Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать одну мистическую историю под названием материализация предметов. У нас с женой есть дача. Домик из Брусова в один этаж чердаком на шести сотках земли. Зимой домик простаивает, никто там не живет. Весной обычно приезжаю я один, привожу бензиновый триммер, подрезаю яблоки, кусты, самородины, проверяю молодые деревца, навожу какой-то маломальский возможный порядок на участке, сжигаю мусор и подрезанные ветки. Триммер благоразумно прячу на чердак, вход в который только один, через стационарную крутую ступенчатую лестницу. В общем и целом, приехал я на Фазенду, первый раз после зимы в апреле месяце, как обычно каждый год, проверил окна двери, после убеждения в целостности открывая висячий наружный замок, вхожу в короткую, в крохотную веранду, там все нормально, затем открывая замок непосредственно в дом, все хорошо, возвращаясь на веранду, поднимаясь по лестнице на чердак, открывая там висячий замок. Помимо замка у меня еще на чердачной двери хитрый внутренний крючок, который можно открыть с помощью потайной веревочки, никто этого не знает, даже мою беспечную жену эта вещь не интересует, об этом знаю только я. Если ее дернуть за веревочку, то дверь не откроется. Если не дернуть, точнее, за веревочку, дверь не откроется. Так вот, после открытия висячего замка, проверяю на открытии дверь, она закрыта, нахожу потайную веревку, дергаю за нее, открываю дверь. Вхожу на чердак, кладу триммер на место, где он обычно лежит в летнее время, иду к ящикам с инструментами. Ящиков на чердаке 4 штуки, разный хлам в виде книг и студенческих лекций. Открываю ящик, достаю бензиновый сучкорез, намереваюсь на выход, и тут, краем глаза, замечаю, что что-то не так, что что-то не то в той обстановке. Как-то все не так, как оставлял с осени. Присматриваюсь и замечаю, что к единственному толстому стеклу, одиноко приставленному к стропиле еще фиг знает сколько лет назад, прислонены еще два прямоугольных тонких стекла, которые не было раньше. Смотрю дальше, вижу четвертый ящик, стоит углом на брусе затяжки. Противоположный угол упирается на пол чердака, и почему-то на краю этого ящика стоит пустая чистая банка, примерно объемом в 200 мл с цветной закрытой крышкой. Уже с апреля на даче было раз в 5-8, все с уделением глазей на эти два листа стекла и пустую банку. Ящика не поправлял, банку не убирал. Вот не было этих объектов осенью точно. Я ящик и ящик стоял нормально всей площадью днища на полу. Думал, может я откуда... Думал, может я откуда я знаю. Принес стекла с баночкой и забыл, но они мне совершенно не нужны. До ящика оставить на угол непрактично. А банку сверху накрать тоже я не ставлю никогда, даже на стол, потому что она может упасть и разбиться в какой-то случайности. Такое пройдено не раз и в подростковом возрасте. Я не могу доказать, что банки стекол не было осенью, просто уверен, что осенью их не было. Эту хрень заметил первый раз. Уж думал, старческий склероз что ли у меня. Но вроде как еще рановато. Никаких нарушений памяти пока не наблюдается. Работаюсь или он в магазин, хожу, картошку вот садил. Но может быть это первый малозаметный звоночек? На короняк подумалось мне. Планирую этой осенью сделать фотки. Весной на следующий год повторить полученные изображения, сравнить. Интересно, будет по весне следующего года. Еще мысль была, что может у меня на даче кто живет зимой, но замки и окна целы, даже на чердак потайной крючок в порядке. На кой черт ему, этому неизвестному, два стекла и пустая чистая банка? Для меня пока непонятно, такая материализация или такой вероятностный расклад. Казалось бы, фиг с ним, с этими стеклами и банкой. Но черт возьми, откуда же они взялись? Такая вот история, ну действительно непонятная. И ждем от этого человека дальнейших фотографий следующего года. Посмотрим, будут ли там какие-либо изменения у него на чердаке. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok